Я постараюсь кратко высказаться. Большое спасибо за приглашение поучаствовать в этой встрече. Я думаю, что вы ждете от меня комментариев касательно темы универсальной юрисдикции. Я, конечно, согласен с тем, что было сказано профессором Амбасом о важности доказательств. В 1903 году был принят очень амбициозный закон, который разрешил Бельгия преследовать людей за международные преступления. По-французски «les étaient promis» мы это называем. То есть это фактически все люди в нашем мире, которые пострадали от диктаторских режимов. К сожалению, как вы знаете, в 2002 году Международный суд решил, что Бельгия зашла слишком далеко не касательно международной юрисдикции. На самом деле, в самом начале говорилось о том, что универсальная юрисдикция была нарешением суверенитета, но во время уже устных премий суд выслушал все аргументы и в итоге все дело сконцентрировалось на проблеме иммунитета от уголовной юрисдикции. И Бельгия проиграла. Это было моей самой большой профессиональной ошибкой в моей карьере. Нам не удалось убедить суд, что иммунитет от уголовной юрисдикции и это было недостаточным аргументом. Но, говоря о универсальной юрисдикции, в принципе, суд так и ничего не сказал именно на эту тему. Мне кажется, в 2012 году в Айсел-Эбрикес обсуждалась тема универсальной юрисдикции, и мы выиграли это дело полностью. И суд сказал, что на основе того, что сказала Бельгия, Сенегал мог уже вести вот это дело против Сенегал-Эбрике, касательно, опять же, Чада, и тогда уже экстрадировать, если бы не хотели, конечно, полностью пройти через уголовный процесс в его отношении. Как вы знаете, Сенегал не был экстрадирован, но через, именно в Сенегале, через международный уголовный суд он судился. И этот суд установил Африканский союз с разрешением Сенегала, конечно, и финансировал этот в основном Европейский союз, США, и вот в особенности к странам, как Бельгия, Голландия, для того, чтобы суд успешно состоялся. Закон был изменен в 2002 году после решения, которое вынесут в деле Еродио, Геренсии против Бельгии, и сегодня всегда есть возможность использовать универсальную юрисдикцию, но надо придерживаться соглашения с федеральным прокурором. Федеральный прокурор имеет право сказать, если реальная возможность провести уголовное дело в отношении подозреваемого на основе совершенного международного преступления, и использовать какой-то международный суд в таком случае. И, конечно, мой коллега очень четко подметил, что самое главное – это, конечно, доказательства в таких международных делах, доказательства против обвиняемого. И если эти условия выполняются, то никаких проблем нет, человека можно судить. Если обвиняемый присутствует в Бельгии, то, опять же, это специфически не указано в законе, должен присутствовать или нет. Закон говорит только, что в Бельгии есть универсальная юрисдикция в случаях, когда международное право обязывает государство использовать универсальную юрисдикцию. И, по сути, если посмотреть на инструменты, которые криминализируют международные преступления, преступления против человечества, пытки по Конвенции 1984 года, вы увидите, что, по сути, обязанность судить всегда связана с внедрением постановления, что вам надо либо крадировать человека, либо судить своей стороне одно, либо другое. Исключений нет. И Конвенции ау-би-дре, ау-би-дре это то, что я могу сказать на латинском лю-би-дре-ге-дре по Женевской Конвенции говорится о том, что обвиняемые в совершении преступления могут препятствовать запросу на экстрадицию. Даже если есть обязательство судить этого человека, тогда Бельгия, как страна, должна провести исследование в таких случаях, даже если нет запроса на экстрадицию такого человека. Но, по сути, если мы смотрим на формулировку данной статьи, то в каждой из Конвенций она немножко разная. И тут надо читать очень внимательно. я думаю о 130-й статье 147-й статье Женевской Конвенции всегда делается презумпция, что обвиняемый находится на территории того государства, которое будет его судить. так что увидите, что в Бельгии есть ограничения через вот такие ссылки на международные законы. Да, мы можем судить таких людей, но это не останавливает Бельгию в использовании универсальной юридикции, особенно как было в деле против Юганды в 90-х, люди, которых судили после геноцида, преступления против человечества и других преступлений, которые были совершены в Руанде в 1984 году. Эти люди были осуждены и в итоге это сделали бельгийские суды. Так что вот такова ситуация в Бельгии. и я забыл сказать вам, что одна из причин прокурора проводить бескриминальный процесс, это если обвиняемого защищает иммунитет от уголовной юрисдикции. И, конечно, это было одна из главных тем в деле Ерудия. Конечно, там было очень плохое суждение решения суда, потому что суд не прислушивался никаким аргументам Бельгии. не было очень ясно, что процедуральные вопросы, основанные на иммунитете, которые были связаны с обвиняемым, они не рассматривались как стоящие аргументы в Требунале Делан Берр. И, конечно, здесь мы говорим о работе Международной Правовой Комиссии, о преступлениях против человечества 1986 года, и тогда суд ничего не сделал в этой сфере. и поэтому я всегда думал, что это очень плохое решение, но, конечно, мы должны были его придерживаться, и правонарушители международных преступлений могли видеть, как проходит процесс. Если вот такие правонарушители являются членом правительства, на сегодняшний день это, конечно, может стать огромным препятствием в самом судебном процессе. Так вот, такой опыт Бельгии на сегодняшний день. Спасибо. Спасибо.